И по-моему, да, мы в эфире. Все. Значит, поздравляю вас с четвертым уроком. Вы уже опытные пользователи, становитесь потихоньку. Я, кстати, посмотрел домашнее задание. Я в полном восторге. Ну, не считая там мелких пятен на солнце, конечно, которые должны быть обязательно. Ну, в общем и целом, мы идем правильным путем. Значит, сегодняшний урок называется, вот, пожалуйста, ну, как можно понять из названия чего-то там вопросы. Вот. И отдельно чего-то там еще какой-то вид вопросов. Итак, повторение мать учения. Заикание – это его тетка. Это все знают. Значит, вот смотрим. Вот эту вот клеточку вы уже и во сне видите, я надеюсь. Значит, какая бы фраза ни была, мы себе доказали это логически уже миллион раз, что что бы мы ни задумали, мы либо в простых, либо в сильных, либо в туби. Ну, и, соответственно, у простых есть свое будущее, настоящее и прошедшее. У сильных есть свое будущее, настоящее и прошедшее. И у туби есть свое будущее, настоящее и прошедшее. И мы научились недавно с вами на днях, научились делать вопросы в каждом из этих вариантов. Так, ну, естественно, выучили мы с вами, что есть такой принцип no jump, no question. По-русски говоря, если ничего такое не прыгнуло, стало быть, и никакого вопроса нет. То есть должно что-то переместиться вперед. Собственно, в русском тоже так. Ты должен знать. Должен ли ты знать? Ну да, мы некое слово перемещаем вперед. Но какое же это слово? Вот давайте разберем. Тратенько, да? Все равно надо повторять. Ты будешь идти. Будешь ты идти, разумеется, естественно. Для того, чтобы сделать вопрос, чтобы поставить там вопросительный знак, надо сказать will you go? Ты будешь способен делать. Ну, вы видите, где первая фраза была в верхнем левом углу. Сейчас в верхнем среднем углу в этом секторе. Ты будешь способен, стало быть, ты сможешь. Значит, ну, естественно, что will сильный. Will you be able to do? А ты сможешь сделать вопрос. Теперь, you will be a millionaire. Ну, у каждого из вас перед лицом, я надеюсь, распечатанная эта лежит схема. Но лучше всего, конечно, чтобы она уже была вообще не перед глазами, а в мозгах. Ты будешь миллионером, значит, будешь ли ты миллионером. Ты работаешь. О, это простой. Настоящего времени. Значит, do you work. То есть, сильные, ну, вот will, он же типичный сильный глагол, прыгает вперед и делается вопрос. Следующий can, сильный, прыгает вперед, так делается вопрос. To be, всякие разные виды, прыгают вперед, значит, вопрос. А вот только простые прыгать вперед не могут, вместо себя они посылают своих помощников. Ну, тут тоже надо не ошибиться с помощником. Вот зелененьким, это простые все обозначены. Ты работаешь. Понятно, что do you work? Следующий, а вот седьмой номер. You wanted to help them. Ты хотел помочь им. Did you want to help them? Вот сегодня мы немножко еще подробнее остановимся на этом. Повторим, а то у некоторых есть еще проблемы с прошедшим. Итак, для прошедшего времени простых, вот посмотрите еще раз, нижний левый угол, прошедшее время простых, хотел, знал, видел, слышал, это в основном то, что на ед заканчивается. Для того, чтобы этой фразе сделать вопрос, надо поставить did, вот, и надо снять прошедшее. Следующее. You could come there. Could you come there? Ну, тут мы опознаем без труда. Слово мог, но это тоже сильный глагол. Почем мы это опознаем? Вопрос. Кто-то спрашивает. Мы должны их знать в лицо все? Да вовсе нет. Ну, и не обязательно их вообще знать. Помните, мы с вами говорили, был такой пример, что я посоветовал студентке вообще можно закрасить типексом, этим корректором, можно замалевать все слова и по-прежнему все будет понятно. Потому что если, вот где-то я схему рисовал, если пятнышко видишь, то это простой глагол, ну вот, ты имеешь работу. Ну, простой, естественно. Если два пятнышка видишь через сту, хочешь знать, любишь кушать, все равно простой. А вот если некие два слова к ряду стоят, гав-гав, сильный, вот и все. Вот слово have, оно такое непростое, в нем целых три смысла. Первое, просто иметь. Второе, иметь-делать, это заменитель слова должен. И наш любимый, дорогой, перфект, имеешь сделанным. Вот, ты имеешь работу. Как бы вы, любой из вас, как бы сейчас сделал вопрос. Ну, разумеется, do you have a job? Простой. Ты имеешь зарабатывать. Вот вам earn. Кстати, красивое, классное слово. Вот, если вы возьмете слово учеба и закроете, learn, да, learn, учиться, и закроете левой рукой одну букву, получится слово заработок. Кто бы мог подумать? В моем любимом фильме, Фредди Гатфингер, есть такой фильм, не знаю, как он на русский переводится. Значит, там балбес один, Митрофанушка, говорит, а зачем отцу своему, говорит, зачем вообще учиться? А тот говорит, моран, закрой рукой первую букву в слове учеба, и ты поймешь, зачем учиться. Learn, закрой букву л, earn, зарабатывай. Так вот, речь идет о том, что пока ничего такое не прыгнуло, это не вопрос. Однозначно. Если придумалась фраза, ты дома, ты есть дома, ну, моментально сразу мы понимаем, что это ты есть. Значит, ты являешься дома. You are at home. Are you at home? Понятно, что являешься ли ты дома. Если фраза появилась в голове, там, ты хочешь, you want, простой. Do you want? Если фраза появилась простой, только на третье лицо, вот то, что некоторые еще тоже немножко хромают. На третье лицо, простой, буква S. She wants. Вот она хочет. Она. Ее высокопревосходительство хотят. Does she want? Вот сейчас мы тоже на этом полминуты остановимся и пойдем вперед. Итак, does и снимаем S. Вот. Если у нас does, если у нас простых третье лицо, то мы ставим, пользуемся помощником does вместо do и снимаем букву S. Вот. У вас в голове возникают фразы. Помните работу с тренажерами? А вот. Когда можно на бумажке написать, а можно даже и вообще кучу бумаги нарезать и наугад вытаскивать слова и составлять. Так тоже интересно. Так вот, тебе это нравится, ты это любишь. Do you like it? Понятно. Your sister wants to go to this party. Твоя сестра хочет пойти на эту party. Does your sister want to go to this party? Ясно. Does. Ну, ли, как бы. Хочет ли твоя сестра? Вот представьте себе, что do, does, did это ли. А для украинцев это чи. А для белорусов это ти. Ну, у всех, собственно, славянских братских народов вот эта частица есть. Так вот, есть она и у английского народа. Это do. Ну, правда, у них три. Для всех do, для третьего лица does, а для прошедшего времени did. Но неважно, это ли. Этим людям нужна твоя помощь. Эти люди нуждаются в твоей помощи. Do these people need your help? Ну, правда, там нормальный, простой стоит. И нету s. Значит, do. А вот she needs your help. Ей нужна твоя помощь. Она нуждается в твоей помощи. Это does. Вот напомню вам, что мы в прошлый раз говорили, что русский язык... Мы в прошлый раз говорили с вами о пассиве. Что пассив это to be v3. Пассив это когда его. И о перфекте. Перфект это что-то уже сделал. И о get v3. А get v3 это ся. И вроде бы все понятно. Но русский язык иногда этими вещами пользуется неоправданно. Например, мне нравится вовсе не пассив. Это я лайкаю. Помните, мы говорили, да? Вот кто-то тоже спрашивал, что мне нравится. Это ся или что? Как его делать? Это же мне с одной стороны. Вроде бы пассив, а вроде бы ся. Нет, ребята. Это самая обычная фраза. Это я люблю. Я лайкаю. Вот мы еще говорили, над этим стоит подумать. Почему это у нас все запассивленное? Я тут ни при чем. Не виноватая я. Он сам пришел. Оно мне само нравится. А что, я хочу разве там что-то хулиганить или пить или еще что-то делать? Нет, оно мне. Оно мне. Так вот в английском языке это ты делаешь. То же самое мне нужно. Нет, это ты нуждаешься. Вот. You need. Никакое это не пассив. То же самое слово miss. Вот какое прекрасное слово miss. Не хватает. Одним словом не хватает. Вот. Miss. Мы с вами еще будем говорить, когда будем третий глаголы смотреть. Вот вам слово miss. Miss. Не хватает. Тоже мне. А я-то при чем? Мне не хватает времени. Нет. Это ты устроил себе нехватку времени. Понимаете, как глубоко лежат какие-то философские вещи? Это не пассив. В английском это не пассив. You miss. Это не ту-би-ви-три. Это просто нормальная обычная фраза. Вот. Ну естественно, do you miss? Do I miss? Does she miss? Did he miss? Вот. Does she miss? Does. Третье лицо. Did she miss? Не хватило ли ей? Это назад. Так. Кстати, вот это с... Помните, заменяйте время пространством и показывайте просто пальцем. Это тоже очень-очень полезно. Вот. Времена просто пальцем показывайте. Вместо будущего думайте вперед, а вместо прошедшего думайте назад. Так. Вот этот фокус тоже у многих не получается. Дыд и снимаем прошедшее. Вот тут уже интересно. Вот. Те же самые фразы. Тебе это нравилось. Ну да. Ты любил это. Did you like it? А тебе понравилось это? Did. Ну да. Помощник прошедшего времени. Но не ставьте второй раз liked. Тоже помните о принципе Оккома? Был такой средневековый философ, который сказал There is no need to multiply entities without extreme necessity. Нет нужды приумножать сущее без крайней необходимости. То есть в этом предложении стоит прошедшее время на слове liked. Правда? Это же не like, а liked. Тогда мы ставим did. В прошедшем ли ты любил это? Уже нет никакой нужды иметь их два. То есть did. Did сигнализирует о прошедшем, а там сняли. Your sister wanted to go to this party. Wanted to go. Did your sister want to go to this party? Вот тоже, кто еще не натренировал, тренируйтесь. Это должна быть именно спортивная тренировка. Вот у кого есть вкус к спорту? Кто из вас попробовал ходить в какой-то спортзал, почувствовал в этом вкус? Вот, ну как, ну хорошо, в своем саду работать. Ну вот интересно же, оно не было и есть. Вот это то же самое. Инсталируйте эти навыки. Находите себе какие-то вещи, мотивирующие в голове. Ну допустим, как, ну я не знаю. Как люди ходят в спортзал и с удовольствием работают. Вот так и это тоже. Это очень приятная созидательная работа. Итак, these people needed your help. Did these people need your help? She asked for your help. She asked. Вот видите, я не читаю asked, я читаю asked. Это тоже мы с вами говорили. Did she ask for your help? Просила ли она твоей помощи? То есть она просила твоей помощи. Просила ли она твоей помощи? Did вперед. Ask сняли прошедшее время. Вот так. Вот кстати, обратите внимание. Вот сейчас куда ни ткни, а мы это уже проходили. Что приятно, мы всего три встречи вместе. Это вообще удивительно, да? Что ни возьми, мы это уже знаем. Но только сейчас остается вам все это натренировать до автоматизма, естественно. Так. Ну вот теперь. Вроде все повторили, вроде все хорошо. Теперь вопрос. Что тут за сова? Что тут за кто, что, где, когда? Ну разумеется, бывают вопросы простые, а бывают вопросы сложные. То есть просто, ага, Вася дома. Вася дома? Ну да, это с ответа сделан вопрос. А вот спросить, где Вася, это уже сложный вопрос. Вот. То есть здесь нужны вот такие слова, как что, где, когда. Вы их получили на почточку себе. Откройте, распечатайте, посмотрите. Кто не успел, пока посмотрите на экране. Why это почему, where это где, when это когда, what это что. Вот тоже смотрите, как они экономят. Просто what это что. Кто-то что-то сказал, вы говорите, what? What? Что? А вот what со словом, what problem? Какая проблема? What girl? Какая девушка? What cake? Какой торт? Вот так. Вот и на этом сэкономили. Потому что нет нужды умножать сущее без крайней необходимости. Вот так Оком придумал. Дальше. How это как? How much это сколько? How many сколько? Вот тут есть смысл поговорить. Многие из вас в курсе, а многие нет. Оказывается, в английском два слова много. Попутно два слова мало. На этом все мы еще будем подробно говорить. Но тем не менее. Сегодня упомянули, значит хорошо. Матч это много. Но только по массе много. Это когда вещь одна, но ее много. Вот песок. Три тонны песка. Его много. Это матч. А many это когда много на штуки. Отличить очень легко. Когда говорят счетные и не счетные. Кто-то говорит, вот убей меня, я не понимаю. Как счетные? Деньги счетные? Песок тоже счетный. Сколько там кубометров? Время тоже счетное. Что тут счетное, что тут не счетное? Можно гораздо проще поступить. То, что, хотя его много, остается в единственном числе. Мед. Хоть его и много меда, но он мед. Это матч. А то, что, которое становится в множественное число. Кот. Коты. Собака. Собаки. Это менее. Очень просто. Не надо никакой счетный, не счетный. Смотрите множественно, это менее. Смотрите единственно, это матч. Ну вот так вот. Вот, между прочим, многие в курсе, а многие нет. Но я думаю, вот этот момент как раз большая часть не в курсе. Что оказывается, у них и слово количество, их тоже два. Ну да, раз много отдельно для счетного, которое на штуки идет. Друзья, собаки, кошки, там люди и так далее. И много для, отдельное слово много для не счетного. Ну масса такая. Да, вот приехал грузовик, высыпал кучу земли, чернозема. Много. Хоть его и много, но он чернозем. Это матч. Так вот, для этого существует два совершенно отдельных слова. Вот можете себе взять. Вот, что-то я обнаружил, что даже как бы и преподы не очень как-то в курсе дела. Но это так. Значит, два слова количество. Amount. Это количество как масса. Количество земли. Количество песка. А quantity. Это количество на штуке. Количество гостей. То есть ответ 3, 5, 20. А это, ну разве что в тонах, в кубометрах, в литрах. Вот как-то так amount. То есть, опять-таки, amount of money, количество денег. Amount of time, количество времени. А вот тут quantity of people, количество людей. То есть, вот они на штучки идут. Вот такой вот нюансик. Тоже запишите где-то, попадется, и вот будет вам такое знание. Так. Ну это как бы так. Жемчужинка валялась на земле, подобрали. Дело не в этом. Смотрим дальше вопросы. Вот это у нас магистральное направление. Итак. Как это how? Сколько это how much and how many? Стало быть, на повидло, на песок, на землю, на воздух, на... Кстати, вот деньги тоже. Бабло. Оно бабло. Многие удивляются, как это деньги у них попали в матч. Потому что оно бабло. Оно однородный какой-то вот поток, как вода. Кстати, мудро. How much money? Не many money, как некоторые говорят. Ой, что-то сказал такое, и аж некрасиво. Many money. Потому что much money. А вот how many people, how many boys, how many girls? Вот сколько мальчиков, сколько девочек. Потом who у нас кто, потом which of, это который из, потом who's, чей, ну и в общем-то с вопросиками мы разобрались. Теперь смотрите. Вот многие говорят, а как бы их запомнить? Многие вот эти вопросительные слова являются перевертышами от указательных слов. То есть, вот смотрите, were, there, где, там. Вот так вы попутно, кстати, всю связочку эту выучите. When, когда, ответ, тогда, then. Что, ответ, то. Вот, можете брать их, опять-таки в связке их намного лучше запоминать. И так вы запомнили, there, there, there I lived, там я жил. Вот, справа написано этим голубым цветом. Там я жил. Where did you live? There I lived. А где ты жил? А там я жил. А когда ты придешь? А тогда я приду. Вот так вот. Тем не менее, значит, давайте научимся делать вопросы. Вопрос делается очень просто. Сложные вот эти вопросы с вопросительными словами. По технологии. Задумал фразу. Какую бы фразу ни задумал, она получается либо, ну вот что-то вот из наших этих любимых, сами понимаете где. Ну вот тут. Либо тут, или тут, или тут, или тут, или тут. Это вас уже свободно получать. Ну, допустим, дедушка был спящий, когда бабушка пришла с базара. Ага, дедушка был спящий. Зная, вот, вот, вот мы, вот мы где, был. Grandfather was sleeping. Окей. Теперь, был ли дедушка спящий? Ну, естественно, was grandfather sleeping. Ну, это уже с закрытыми глазами. Это же очевидно совершенно. А теперь поставьте впереди слово, почему был дедушка спящий. Вот вам и вопрос. Why was he sleeping? Вот, вот, вот такая вот парадигма. Вот, вот давайте сейчас поиграемся с вот этим вот делом. Значит, то, что куда, это where. Where, where. Ну, вот оно. Вот оно, первое слово. Where. Где или куда, это одно и то же. Вот. Вот ты будешь идти. Сами знаете, где эта фраза находится. Ну, без разговоров. Понятно, что это, это будущее простых. Теперь, представьте, что просто, вообще вопрос, чтобы поставить просто вопросительный знак. Это же will you go? Будешь ты идти? А теперь впереди where will you go? Where will you go? Вот. И получается вот такая вот интересная штука, что мы для себя открываем. Что из-за того, что у нас работает принцип нет прыжка, нет вопроса. То есть, ну, по-любому что-то должно прыгнуть вперед. Ну, как ни крутись, что-то должно тут выпрыгнуть вперед. Только у простых. Они же сами не умеют прыгать, у них прыгают помощники. А сильные прыгают и to be прыгает. Все, однозначно. А впереди еще стоит вопросительное слово. И получается, что каждый английский вопрос имеет характерный четырехударный ритм. Та-та-та-та. Where did you work? Вот где, потом did. Вот что я сейчас сказал. Where did you work? Где did? Слышали? Успели услышать did? Did символизирует в прошедшем. Где did you work? Все равно. Где в прошедшем ты работал? Where will we eat? Ага. Где will будем мы кушать? Где, потом в каком времени, потом кто, потом что делать? И получается, что, вот давайте еще доиграем вот эти все фразы. Получается, что все совершенно рассчитано на роботов, на компьютерную программу. Если у вас есть фраза прыгнули вперед, это уже вопрос. А впереди поставили еще слово что, когда, где. Ну вы учите вот эти словечки. Я уверен, что быстро вы с ними помиритесь. Да что тут их учить? Многие их знают. И получается, что вы способны задать практически любой вопрос. Вот, пожалуйста, я буду миллионером, ты будешь миллионером. Will be. Знаем такое дело. Верхний правый угол, ну с закрытыми глазами, можете представить? Третья фраза. В верхнем правом углу. Ты будешь миллионером. Ты будешь являться миллионером. Теперь попробуйте сами, каждый у компьютера, сказать, когда. Это жена мужа пилит, говорит, когда ты уже будешь миллионером. А он, бедный, сидит там компьютерную игру, играет перед компьютером. И хочет, чтобы его не трогать. Значит, первое. Задумали фразу. Ну, поняли. Если вы не можете задумать ответ, то вы же не сделаете вопрос. Понятно. Тот, который не понимает, что это will be, он вопрос не сделает. А вот вы-то уже знаете, что это will be? You will be a millionaire. Will you be a millionaire? Это уже вопрос. А теперь поставьте when. When will you be a millionaire? Только, друзья мои, еще раз. Вам придет домашнее задание на вот эти вопросы. Это раз. Второе. Ну, как всегда, не полагайтесь на мои тренажеры. Я всем говорю. Кому приятно и интересно делать мои, делайте. Но делайте больше своих. Так вот, любые фразы, которые были у вас раньше, вот все предыдущие тренажеры, которые вы сделали. Вася ходит в школу. Таня несет портфель. Что бы вы ни придумали. Вот теперь можете проходить это по второму разу. Ну, вы это проходили все на вопрос. Тык, 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 тык. Тут даст, тут дыд. Ну, в любом случае, вот это движение делало вам вопрос. А теперь впереди что, где, когда. И у вас получается та-та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та. Почему четыре удара всегда? Первый удар что? Или зачем? Или почему? Или как? Или когда? Ну, вот из этих слов, которые вы сейчас видели. Второй удар. В каком времени? То ли will, то ли does, то ли did, то ли could. То ли, вот, который прыгнул. Третий удар, третье слово, это ты или я, или мы. А четвертое слово, это делаешь, кушаешь, видишь, слышишь. Вот и все. Question helper subject verb. Вот сейчас мы даже увидим эту формулу с вами. Вот. Так вот, понятно, да? Последнее, вот, ты хотел помочь им. You wanted to help them. How did you want to help them? Вот это натренировать, расплюнуть. Если понять вот эту вот саму штуку, очень хорошо. Значит, почему я сейчас сказал how did you want? Правильно, потому что я понимаю, что как это how? Второе слово, что слышится? Did. Ну, почему? Ну, потому что you wanted, did you want? Значит, how did, как в прошедшем ты хотел? Только снимите. Did, уже did, уже прошедшее, значит want, а не wanted. Чтоб не было два. Вот теперь интересная тема. Вот, которой многие интересовались. А что там по поводу предлогов? Что там предлоги? Английские предлоги, они ведь не предлоги, они ведь послелоги. Вот, они где-то там в основном сзади болтаются, как в русском языке 19 века. Там отчизны ради, забавы для, там и царю батюшке во след. Ну, это же было, это была норма. И в английском это так до сих пор. А как же в вопросах? То есть, вот если я придумаю не что, а для чего? Вот не кто, а от кого? Ну, сами-то вопросы, мы вот на них полюбовались, вот они. Ну, вот вам кто? Who? Who is who? Ну, ну, известно. Там, what, это что? Но, а чего, чему ведь нету в английском. Подежей же нету, понимаете? Поэтому для чего? Или вот, например, слово кто? Есть слово кто? А за кого ты, там, болеешь на чемпионате? Вот как бы сделать вот эти вопросы? Вот если мы еще и с предлогами научимся, это можно уже точно пить шампанское. Итак, не просто кто, а с кем. Бывает? Еще как бывает. Не просто кто, а на ком, на ком была шапка. Вот как бы сконструировать эту фразу. И против кого, и за кого, и без кого, и так далее. Вот есть такая технология, которая называется Aviv. Я не знаю, что она имеет общего с Тель-Авивом, вряд ли что-то. С происками Тель-Авива. Но это преподавательская технология, американская. Она называется Aviv, это A-W-Y-W. Ask what you want. Спрашивай, что ты хочешь. Технология, спроси, что хочешь. Очень простая штука. Вот такая вот технология Aviv. Что это за технология? Вот смотрите. Пришла вам в голову на родном языке фраза. Ну, Снупи, ладно, это Тузик. Или Шарик. Или Бобик. С кем Снупи гулял сегодня? Вроде бы мы освоились, что сначала надо задумать фразу. Ага, ну давайте задумаем. Снупи был гуляющий с папой. Сначала надо придумать ответ. В любом случае. Снупи был гуляющий. Человек, который говорит, мне это сложно, ну естественно вопрос он не составит. Если кто не знает, что Снупи был гуляющий. Кто сейчас не понял, что был гуляющий, ну тот естественно вопрос не сделает. Но я знаю, что вы все на 100% уже такой ответ бы составили. Итак, Снупи был гуляющий с папой. Теперь, чего мы не знаем, мы вычеркиваем. И на этом месте ставим вопросительный знак. Ну я не знаю, что с папой, а может быть с мамой. Значит, я ставлю вопросительный знак. Какое слово при этом оказывается последним? Ну разумеется, с. Ага. То есть получается, что это очень естественно, когда предлог последний. Вот мы делаем лишнее действие в русском языке. Мы его зачем-то отправляем вперед. А на самом деле, вот многие говорят, слушай, так я для себя открыл. То есть это правильно, оно там и стояло. Ну конечно оно там и стояло. Это его естественное место. Снупи был гуляющий с. Кем Снупи был гуляющий с? Ну собственно, наверное, там какой-нибудь этот самый Карамзин там, или кто там в 17-18 веке писали, или Гавриил Державин. Ну так бы и написал. У них у всех предлоги стояли сзади. Так вот. Значит, мы не знаем, что папа. Ставим вопросительный знак. При этом какое слово оказывается последним? С. Теперь. Ну раз мы уже поставили вопросительный знак, значит, слово был у нас. Ну мы же... Нет вопроса без прыжка. То есть получается, был Снупи гуляющий с. Это мы уже сделали. Вот. А теперь спрашиваем кем. Вот и все. Вот вам и технология. Значит, кажется, что это долго и сложно. Это совершенно не долго и не сложно. Значит, задумайте любую фразу. Абсолютно любую. Значит, за кого ты голосовал. Ну представьте, ладно, вот сейчас мне пришло в голову. Этого нет презентации, я просто придумал. Значит, вот представьте, что я сейчас говорю. Ой, запутался в кнопках опять. Значит, вот. Я хочу сказать, а за кого ты голосовал на последних выборах. Ага. You voted. Вот. At the last elections. Вот. Ты ватировал. Ну, vote это голосовать. Ватировать, да? Вота. Ты свою воту подавал, да? Ты ватировал. А предлог там for. Ага. Ты голосовал за Рональд Рейган. Вот. Ну там. Ну, не важно за кого. За Леонида Ильича Брежнева. Вот. Это у меня уже пронеслось в мозгах. То есть ты голосовал за Рейгана. Не знаю за Рейгана или за Брежнева. Не знаю. Там, где я не знаю, я ставлю какой знак. Ох и поставил. Да. Ну, нормально. Поставил вопросительный знак. При этом какое слово последним будет? Ну, естественно, за. Теперь у этого кто отпрыгивает? Ну, естественно, did. Понятно, что did you vote for? Это уже кусок вопроса. В прошедшем ты голосовал за. А теперь кого? Как будет кого? Ну, естественно, нету слова кого. Это слово кто? Who did you vote for? Who did you vote for? Who did you vote for? Вот и все. Вот. Естественно, дольше рассказывать. В мозгу все это проносится. При нормальной тренировке это занимает миллионную долю секунд. Так, дальше. Вот. Для кого ты это купил? Ну, хорошо, там жена что-то нашла несанкционированное у мужа в плаще. Вот. Что-то вроде как там какие-то духи или еще что-то такое. Она говорит. Ага. А для кого ты это купил? Позволь осведомиться. Так. Ты купил это для мамочки. Значит, давайте составим ответ. Все-таки ты купил это. Тот, который сейчас не соображает, что это перфект. Ну, естественно, он вопрос не составит. Но вы-то знаете, что ты купил. Какое проверочное слово? Какой ментальный индикатор? Уже. Ну, разумеется, ты уже. Ты же не покупал это регулярно. Ты купил. То есть у меня сейчас в голове что-то на слово уже. Команда какая? По команде уже что мы делаем? Heavy 3, естественно. Ты имеешь купленным. Это для мамы. Ага, составилась фраза. Заняло полсекунды у нас. Теперь, в выражении have bot, кто делает вопрос? Кому прыгать? Кто тут главный? Ну, понятно. Have bot. Ну, как оно построено? Как у нас перфект построен? Ну, как сильный, естественно. Уже ясно, что если я сделаю сейчас вопрос из этого, маму я зачеркиваю, на месте мамы ставлю вопросительный знак. Правильно? Какое слово при этом окажется последним? Для. И вопросительный знак. Теперь, have you bought it this for? Have you bought this for? Have you bought this for? Это уже понятно. Имеешь ли ты купленным это для? Это уже кусок вопроса. А теперь впереди who. Who have you bought this for? Все. Как будто мы реально эту фразу слышим в американском фильме. Обратите внимание опять. Та-та-та-та-та. Who have you bought? Who have you bought? Кого имеешь ты это купленным для? Вот о чем вы с ней разговаривали? Вот давайте сейчас сконструируем. Значит, ты был говорящий с ней о международных делах. Вот смотрите, друзья мои. Вот почитайте, прочитайте еще раз эту фразу. Ты был какой? Ну, вы были говорящий с нею об международных делах. Тот, который говорит, вот надо слова привязывать к русским. Да что их тут привязывать? Вот дела. Аферы. Ну, аферист кто такой? Ну, это же аферы. Что их тут привязывать? Да аферы. Что же слово нерусское? Вот оно напрямую-то и прошло. Аферы это дела. Так вот, ты с ней говорил о международных делах. Кто-то говорит, I have efforts there. Что ты в Чикаго ездишь каждую неделю? Он говорит, у меня там эферс. У меня там аферы. Ну, как вы думаете, что дела, естественно. А вот. Так вот, не знаю, что о международных делах. Последних три слова я беру фломастер и вычеркиваю. Какое слово остается последним у меня в голове? Об. Понятно. Вот, about и вопросительный знак. При этом, кому тут делать вопрос, сами подумайте. Ты был говорящий. Был ты говорящий. Ну, естественно. Where are you talking with her about? Это уже этот кусок, который у нас остается. А теперь спросите, чем. What were you talking with her about? Все. О чем вы еще хотели мне рассказать? Ну, как бы построить эту фразу? Ой, как сложно. Ой, какой ужас. Я, наверное, не построю. Кто-то думает, да? А ну, давайте. Ты хотел рассказать мне о своих adventures. Кто из вас знает, что такое adventures? Приключения, ребята. Вот смотрите. Вот опять-таки натыкаемся на слова. Ну, что их надо зубрить? Разве надо придумывать русские привязки какие-то там? Совершенно искусственные. Как я вот прочитал где-то. Для того, чтобы запомнить слово «смотреть», «лук», надо представить кухню, на которой режут лук. А зачем? То есть русское слово «лук» надо туда всунуть себе в голову и прибить к нему английское слово «смотреть». А какой смысл? А мне не хочется иметь у себя такую неправильную, нехорошую, неприятную ассоциацию. Чтобы в глазах щипало, тогда ты будешь знать, как смотреть. О, спасибо. Так вот, вот так они учат. Так вот, на самом деле эти слова настолько симпатичные. Ну, я не знаю, я раньше думал, что только мне. А когда я начинаю другим рассказывать, другие говорят, ну да, ну да, ну приятные, хорошие слова. Adventure, приключения. Ну, это же авантюры. Adventure кто такой? Ну, авантюрист, приключенец, который приключения ищет. На свою голову. Так вот, ты хотел рассказать мне о своих приключениях. А о чем ты хотел мне рассказать? Значит, представьте себе, что у вас уже не будет перед глазами этих букв. Рано или поздно вам придется это делать. Просто, в уме. Значит, ты хотел рассказать мне об... Ну, не важно чем. Вычеркнули, да? Все. После какого слова стоит вопросительный знак? Ну, после слова «об», естественно. Ты хотел рассказать мне об... Ясно. Теперь «you wanted». Вы все понимаете, что это «did you want». Вы уже опытные пользователи у меня. Есть тут хоть один, который сразу не понял, что это «did». Ну, я сомневаюсь сейчас. Ну, может быть, кто-то подошел один урок назад. Но в основном все старички уже все разобрались. Так вот, «did you want to tell me about» — это уже в прошедшем ли ты хотел рассказать мне об... Вот этот кусок мы уже набрали. А теперь спросите, чем? «What did you want to tell me about» — все. Вот буквально кусок из американского фильма, вот целиком. «What did you want to tell me about» — все. А потом кто-то говорит, который не знаком с вот этими технологиями, почему предлог сзади, почему вообще так все получается. Он вдруг, живя там уже пяток лет где-то в Канаде, вдруг открывает для себя «слушай, а что у них бля-бля-та-та-та-та about?» А что я сейчас слышал «та-та-та-та-for?» То есть человек все это время вообще не в курсе был. Не вдуплялся, так сказать. А это надо знать с самого начала. Вот. И это довольно естественная штука. Так. Итак, получается у нас четырехударная схема. Называется «Question helper subject verb». «Question helper subject verb». Что это такое? Вопрос, помощник, подлежащий, глагол. Ну, вот вы поняли, да? Первое «что, где, когда», какой-нибудь там «что», потом «в прошедшем», потом «мама», потом «купила». Вот так делается любой вопрос. Где потом «в будущем», потом «папа», потом «работать». Вот. Where will dad work? Та-та-та-та. Это точно. Вот еще раз, еще раз и еще раз вернитесь к этому мыслью. Русский «любой вопрос» делается на три слова. Что ты хочешь? Куда ты пошел? Что ты делаешь? Что ты ел? Почему ты спишь? Сколько слов? Три. Вопрос, подлежащий, глагол. Почему ты спишь? В чем отличие английского? Чего в русском нет? Вот этого движения в русском нет. Вот этот второй элемент, с ним больше всего проблем. Я в жизни не видел человека, который бы забыл поставить слово «что». Ну «что», ну понятно. Ну если вы сейчас их не выучили, все вот эти what were, ну выучите через 10 минут. Ну это совершенно очевидно. Что это слово забыть невозможно. Дальше дядя, тетя, Коля, Петя, Клава, ну как можно забыть? Ну герой наш стоит. Дальше слово «работать», «кушать», ну как можно забыть? А вот второй элемент русскоязычные люди забывают. Они говорят «where you live?», а чего, где ты живешь? Нет, «where do you live?», а хорошо, «what you eat?», ну это абсолютно русская фраза. Почему? Естественно, «what did you eat?», «та-та-та-та», четыре удара должно быть. Почему? Что в прошедшем ты ел? Вот второй столбик, это же время. Это очень важно. Вот, и источник ошибок всегда то, чего нет в нашем языке. Оно может быть сколько угодно простым, но присмотришься, ну вот предлоги сзади, ну господи, ну у нас самих сто лет назад так говорили. Ну это вот новая мания пошла, предлоги переносить вперед. Она сравнительно новая. То есть вся классика была везде, все предлоги сзади. Но вот из-за того, что многим кажется это чуждо, вот считается, что эта тема трудная. Она вовсе не трудная. Итак, или question helper subject verb, или question helper subject verb с предлогом. То есть, на кого ты смотришь? Ага, вот смотрите, на кого ты смотришь? Составляем фразу. You are looking at, ну не важно там, Филиппа Киркорова. Ты есть смотрящая на Филиппа Киркорова. You are looking at. Теперь выкидываем Филиппа Киркорова. Какое слово остается в голове последним? Смотрите, уже без предложения. Уже просто в голове делайте это. Значит, you are looking at. Ты есть глядящий на. И вопросительный знак. Потому что Киркорова мы уже убрали. Теперь из-за того, что мы поставили вопросительный знак, делаем вопрос. Are you looking at? Ну да, you are. Ты являешься. Являешься ты – это уже вопрос. А теперь who? Who are you looking at? Кого ты смотришь на? Ну да, на кого ты смотришь. Вот такая вот технология. Вот с этим играться, играться и еще раз играться. Теперь смотрите. Тем не менее. Кто-то спросит. А есть ли исключения из вот этого четырехударного ритма? Та-та-та-та. 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 Вот. Что ты знал об этом? Ага. Что ты знал? Ну, в голове русского человека три слова. Что ты знал? По-английски. What do you know about this? What do you know? Что, в чем разница? Что, в каком, do, do – это что, как бы в настоящем, потом ты, потом знаешь. Вот так. Хорошо. А о чем ты хотел написать бабушке? Составляем. You wanted to write to granny about – ты хотел написать бабушке об – так, об – about – там, в чем-то, в своих художествах. Теперь, ага, не знаем художествах, не художествах, ставим вопросительный знак. Уже понятно. You wanted to write to the granny about – did you want to write to the granny about – опаньки? Это уже в прошедшем ли ты хотел написать бабушке об – а теперь ставьте себе что? Об – что? Ну, тут же нету чем. Просто, просто что. What? What do you want to write to the granny about? Все. И это надо набить, накрутить, накрутить, накрутить. Это же обычный навык. Это как в спортзале, как пресс качать. Ну, не знаю как. Придумайте себе какую-то вот такую метафору, близкую вам. Ну, как огород копать. Ну, покопай немножко, так потом тебе клубника вырастет. Ну, как-то так. Так, капелька труда очень сильно окупается в этом. Итак, либо та-та-та-та, либо та-та-та-та с предлогом. Окей. Теперь, и тем не менее, все ли фразы укладываются в эту парадигму? Для того, чтобы это проверить, давайте составим какую-то длинную, интересную фразу. Интересную или неинтересную, это уже не важно. Какая получится? Вот я составил, значит. Mrs. Richardson baked a very tasty 18 cherry pie. Я специально сделал такой длинный. In a case of her husband Sam's birthday last Friday at her home in Montgomery, Alabama. Alabama. By the recipe of her mother-in-law. Но, госпожа Ричардсон испекла очень вкусный, 8-дюймовый, представляете, какой это 8-дюймовый? 20-сантиметровый такой. Вишневый пирог. Ну, вот какое тут слово вызывает возражение? 8-дюймовый, ну, 8 дюймов. 8-инчей. Кто из вас не видит слово вишня? Ну, черри. Ну, это же ежику, понятно. Черешня. Он настолько на русский похож. Мы другой раз, кажется, что вот какой-то диалект русского языка или давно забытый какой-то такой вот, давно забытый родственник перед нами. Ну, совершенно родной. Кейс – это случай. Значит, по случаю своего мужа Семена дня рождения в прошлую Friday, когда у нас Friday, пятница, у себя дома в Монгомере, штата Алабама, по рецепту своей, кого? Mother-in-law. Кто из вас еще не знает, что такое mother-in-law? Свекрови. Свекровь или теща – это mother-in-law. Law – это закон. Мать в законе. Это свекровь. Или отец в законе. Это свекра или тесть. Вообще все со стороны мужа или жены – это в законе. Вот брат жены – это же не ваш брат. Это ваш брат по закону. Брат мужа или сестра мужа – это же не ваша сестра. Это сестра в законе. Сестра по закону. Ну, а то, что это теща, это мать в законе, это, по-моему, даже не обсуждается. Она и сама в законе, и базар держит по понятию. Так вот. Составили мы такую фразочку. Специально составили такую фразу, как бы утяжеленную. Теперь, вот он, вишневый пай, этот восьмиинчевый. Все очень хорошо. Теперь, мы, если присмотримся, мы начинаем структурировать эту фразу. Оказывается, ну да, миссис Ричардсон – это наше подлежащее. Из пекла бейковала, да, бейкер – это же пекарь. Бейкер-стрит. На какой улице жил Шерлок Холмс? На улице Бейкер-стрит 21. Ну, все же помнят это. Знаменитый адрес. Улица Пекарей. Пекарская улица. Так вот. Тетя Мотя испекла. Вот красная отвечает на вопрос «что?». Очень вкусный пирог. Вдруг бы мы не знали. Мы бы спросили, что она испекла. Зеленая по случаю дня рождения мужа Сени. Я думаю, что отвечает на вопрос «почему?». Обстоятельства причины. В прошлую пятницу я думаю, что отвечает на вопрос «когда?». Поняли, к чему я клоню, да? У себя дома в Монгомере, штат Алабама, я думаю, отвечает на вопрос «где?». А по рецепту своей тещеньки или свекровки, или кто там у нее, отвечает, я думаю, на вопрос «как?». И так получается, что каждый вопрос – это, в общем-то, вопрос к чему-то. Ну, в общем, мы это и знали и раньше. Вот. И во многих учебниках даже так и объясняется. Question to timing, question to placing. Что такое вопрос к таймингу на любом языке? Вот. Вот к чему вопрос. Ну, это же «где?». Ну, на любом языке. А что такое вопрос к placing? На каком ты месте находишься? Ну, это же вопрос «вот это вот когда?». А где, ну, вопрос к placing – это где? Это when, это where, естественно. Вот. Так вот. А вопрос к обстоятельству? Есть такой question to circumstance. Ну, вопрос к обстоятельству. Это на любом языке – это как. Ну, как ты не крути, вопрос к обстоятельству – как оно произошло. Это how. А есть такое question to cause. Вопрос к причине. Ну, это, разумеется, почему. Ну, понятно, да? То есть каждый вопрос, он же не просто вопрос. Он вопрос к чему-то. Так вот, если мы сейчас будем по очереди вычеркивать все вот эти добавочки. Ну, допустим, мы не знаем, что в прошлую пятницу. Мы скажем «when did Mrs. Richardson bake?» Вот правильно все сделали. Когда в прошедшем госпожа Ричардсон испекла свой торт. Допустим, мы не знаем, что это по рецепту тещи. Мы скажем «как did в прошедшем тетя Мотя пекла свой торт?» Допустим, мы не знаем, что это было в ее доме в Монгомере, штат Алабама. Мы говорим «were». Где did Mrs. Richardson bake her cake? Все. Где в прошедшем тетя Мотя пекла? Допустим, мы не знаем, что по случаю дня рождения мужа. Почему? В прошедшем тетя Мотя пекла. Что бы мы не делали, как бы мы не исхитрялись, мы получаем «та-та-та-та» «та-та-та-та-та» «Вопрос, прыжок, подлежащий глагол» «Кроме одного случая», как вы думаете, какого? Кто пек? А почему этот вопрос не укладывается? А потому что все вопросы, вопросы к чему-то. То есть, почему тетя пекла? Зачем тетя пекла? Из чего тетя пекла? Из муки, допустим. Из чего она пекла? Чего она пекла from? Ну, там предлог будет сзади стоять. Но все равно та-та-та-та from. А о чем она думала в это время? Все равно, вот пока стоит тетя Мотя, у нас та-та-та-та. Причем она на третьем стоит. Та-та-та-та. Но есть один вопрос, который эту формулу разрушает. Кто? Кто пек? Называется вопрос подлежащему. Так вот, запомните очень-очень сильно, что если, вот что бы я тут не спрашивал у меня, зачем в прошедшем она пекла, когда в прошедшем она пекла, что как бы я не крутился, у меня четыре удара, но только кто пек? Вот посмотрите, как будто ответ. Значит, тетенька пекла большой вкусный пирожок по случаю тра-та-та-та-та. Кто пек большой вкусный пирожок по случаю тра-та-та-та-та? Вопрос как ответ. Единственный вопрос, это вопрос подлежащему. Потом кто-то говорит, что, а почему собственно так? Ну почему вот для него сделали исключение? Это не они сделали исключение. Друзья, это логика сама сделала исключение. В самом деле вы вопрос who не можете вписать в четыре удара. Ну допустим, ну хорошо, кто-то говорит, вот ты меня озадачил, вот я только четыре удара эти выучил. Вот они у меня уложились в голове. Та-та-та-та, 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 четыре удара. Question helper subject verb, question helper subject verb. Хожу целый день тут, понимаешь, повторяю. Соседей всех распугиваю. И вдруг ты мне говоришь, что что-то одно, значит, делается напрямую. Как в русском. Почему? А давай я тоже сделаю. Ну, давай, попробуй. Значит, я в классе у себя здесь даю, и там в Монреале тоже давал, и здесь в Аждоде. Я даю, значит, разные вопросы. Ну, пишите, давайте. Я буду говорить вам на… сидит живой класс. Я буду говорить вам разные вопросы. Там, что ты ел, где ты был, не важно что, что в голову приходит. Все, значит, что ты ел, что в прошедшем ты ел. Четыре. Куда ты идешь? Куда? Куда в настоящем ты идешь? Четыре. Что ты будешь делать? Что will you do? Четыре. А потом я говорю там, кто потерял ключи? Кто потерял ключи? Или там, кто видел Петю? Так, кто? Ну, что, это вопрос. Ну, кто смекнул, сразу пишет напрямую. Кто потерял ключи? Никаких дыд. Тут нельзя его сделать. Никаких там прыжков. Его тут некуда делать. А кто не сообразил, тот говорит, значит, ну, что, ху, ну, тоже ж вопрос. Ну, ты что сказал, значит? Вопрос. Потом прыжок. Потом герой. Потом глагол. Question, helper, subject, verb. Ну, давай. Ну, ху, ну, это ж вопрос. Ну, я говорю, ну, вопрос, в принципе. Так, потом дыд. Ну, это же в прошедшем потерял. Ну, ну, да, в принципе. Ху, дыд. И все. И задумался человек. И смотрит в правый верхний угол. Ищет там секреты, какие там написаны. А там ничего не написано, естественно. Я говорю, а что ты ищешь? Позволь осведомиться. Ну, третий, то кто ж? Третьего ж надо героя ставить. Так мы ж его и ищем. Кто? Понятно, да? То есть человек дошел до третьего слова. Ну, как, думая, что он сейчас сделает четырехударную схему. Вопрос. Потом, в каком времени. Потом герой. Наш субъект. Подлежащий. Потом глагол. Так вот вопрос, кто в этом писать нельзя. Кто? Это действительно вопрос. Никто не спорит. Потом, ладно, вы поставите это время. А потом чего? Вася, Петя, Коля. Так мы же его ищем. Мы говорим, кто потерял. Ну, нет у нас героя. Поэтому, те из вас, которые забудут это правило. Ну, вы просто физически не сможете вписать в четыре удара. Вопрос, кто? Вот. Вот. Так вот, смотрите. Для особых гурманов, значит, подробность такая, что, оказывается, ну, те, которые, в общем, сейчас согласились со мной, что действительно кто, нельзя сделать по такой схеме. Я вам скажу еще такую подробность, что, ну, на самом деле не только кто, ну, то есть наше отсутствующее подлежащее, может быть, и не живое. Не только кто принес, а может быть, что принесло тебя сюда. Но это же тоже вопрос к подлежащему. Вот этот случай называется вопрос к подлежащему. Так вот, кто и что. Ну, понятно, да, что, как бы, может, оно не живое. Да, что, что случилось. Вот почему в предложении, что случилось, нету четыре удара. What happened? Что случилось? А потому что их тут некуда вписать. Итак, кто, что, который и чей. Вот, который из людей съел пирожок. Но, вот, как бы, который, вы должны просто понимать, что слово which, which of the people. Ну, который из этих людей. Который из гостей покушал грибочков, тещинок. Вот, вот, третье слово. Оно ведь тоже заменитель слова кто. Но, вот, только более развернутый вариант. Который из гостей, это все равно кто съел. Вот. И хуз, это чей. Вот. Это ведь тоже, как бы, кто. Там, чей сын, чей брат и так далее. А вот теперь смотрите. Самые-самые из вас такие трудолюбивые и те, которые действительно, значит, копают глубоко. Ну, я думаю, что большинство. Вам будет интересно, как в таком случае отличить кто и кого. То есть нормальный вопрос со словом кто, который мы сегодня делали сто раз. И вопрос подлежащему. Кто хотел приг... Смотрите. Первый. Кто хотел пригласить нас на вечеринку в Белый дом? Кто хотел? Ничего не сделано. Не разбито. Не дын. Это реально вопрос подлежащему. Кто хотел? А вот смотрите, вторая строчка. Кого? В каком времени? В прошедшем. Потом кто? Ты. Потом что? Хотел. Вот. Та-та-та-та. Если так, то третий. Вот кого? В прошедшем ты хотел. Это герой. Он стоит на месте. Вот, пожалуйста, посмотрите. What has brought you to my office? Что принесло тебя в мой офис? Что принесло тебя? Вот видите, нету четыре нормальных удара. Нету схемы question helper subject verb. И она нарушена или ее нету. Просто вот проблема принесла тебя в мой офис. Беда принесла тебя в мой офис. Война принесла тебя в мой офис. Что принесло тебя в мой офис? То есть, по сути дела, это обычный порядок слова, как на ответ. Это значит вопрос подлежащему. А вот если what have you brought to my office? Что имеешь ты каким? Ну да, вот зашел человек, положил коробку. А я говорю what have you brought to my office? Что вы принесли в мой офис? Что имеете вы принесенным? Вот казалось бы, те же слова. Но оно же сделано. Та-та-та-та. Значит, это ты. Что вы принесли? А вот если не сделано, значит, подлежащее мы ищем. Вот вам чей. Понятно, что хускет это чей кот. Чей кот, читаем буквально. Чей кот пытался слопать нашу сметану. Вот вам саур-крим. Вот представьте себе, что саур это кислый, а крим это стало быть сливки. Ну, крем это крем, это сливки. Ну, вот кислые сливки это сметана. Ну, тоже мне. Что тут учить? Так вот. Чей кот пытался скушать нашу сметанку? Это точно вопрос подлежащему. Видите слово tried? Не разбитое. Вот так просто стоит в прошедшем. Нету дыд. Ничего нету. Это точно кто пытался. Ну, чей кот это все равно, что кто пытался. Да, это вопрос подлежащему. А вот who's cat did you see trying to eat our sour cream? А тут нормальный вопрос. Чьего кота? Потом в каком времени? В прошедшем. Потом кто? Ты видел пытающимся слопать нашу сметану. Чьего кота ты видел? Who's cat did you see? Who did you see? Кого ты видел? Кого в прошедшем ты видел? Нормальный вопрос четырехударный. Вот тоже подумайте, разберитесь над этим хорошенько-хорошенько. Вот. И когда вы получите домашнее задание, там будет куча фраз самых невинных, самых простых. Там Вася ел манную кашу. Вот. И если что ел Вася, что в прошедшем Вася ел? Все четыре на месте. Но как только кто ел кашу, вы этого сделать не можете. Вот так и будет. Кто ел кашу? Все. Поняли почему? Вот вам на сладкое еще один кусочек. О, сегодня мы так более-менее уложились хорошо. Вот вам еще один кусочек к теме вопросы. Очень часто многие спрашивают, я видел в кино еще где-то, значит, вот такое выражение, как берется вопросительное слово, вот это самое, что, где, когда, who, what, when, were, how и так далее. И у него вроде бы ever слышно. Whoever, whatever, whenever и так далее. Что это такое? Причем с любым из них это может быть. Ну, я надеюсь, что вы уже, вам даже эти вопросительные слова забрить особо не надо. Половина их и так знала, половина их сейчас уже познакомилась в ходе урока. Так вот, смотрите, что же такое все-таки whoever, wherever, whenever, whatever, however, whosever и прочее-прочее. Это бы ни. Вот сейчас я вам не успел, наверное, написать, а может быть и успел. Вот смотрите. Сейчас я вам напишу, как я люблю дедовским способом, напишу фломастером. Вот так. Ну, что сделать? Подручными средствами. Вот смотрите. Вот эта частичка ever к вопросительному слову означает бы ни. Кто бы ни пришел, что бы ни случилось, куда бы ты ни пошел. Поняли? Вот. Очень симпатичный прием такой. Вот, кстати, вот такие вот сборочки маленькие называются паттернами. Паттерн, прием. Ну, мы еще много будем говорить о таких паттернах. То есть, знаешь паттерн, можешь сам уже делать. Это не одно слово. Это может быть десятки слов. Итак, любое вопросительное слово с суффиксом ever получается кто бы ни, что бы ни, куда бы ни. Вот, смотрите, появляются в голове предложения. Whoever your father is. Кто смотрел из вас спасение рядового Райана? Там, ну, как бы 45-й год, окопная жизнь, немцы сопротивляются. Ну, вот взгляд с той стороны. И приехал один, прислали, значит, у них еще же была не профессиональная армия, а призывная в то время. Ну, и гребли всех подряд. И вот один там GI, один рядовой, говорит, мой отец, я не такой, как вы, мой отец конгрессмен США. Вот, а ему там какой-то сарджент такой мудрый. Ну, вот как в советских фильмах образ старшины, а у них сарджент такой. В усы, значит, усмехается такой ветеран. Говорит, whoever your father is, here you're a regular GI. Кто бы ни был твой отец, сынок. Здесь ты обычный GI. Whoever. Кто бы ни. Понятно, да? Вот тоже, смотрите, русский язык совершенно неоправданно туда засовывает отрицание. Кто бы ни. А зачем ни? Зачем бы кто бы ни был? Кто не есть твой отец? Кто бы да был твой отец? Ведь там, вот по логике, подумайте, вы не переводите русское, а вы переводите физический смысл. По физическому смыслу там вовсе нету никакого не. Вот задумайтесь, это очень интересно. В английском, в этом самом, в паттерне, да? Whatever, whoever, никакого отрицания нет. Когда, вот когда бы ты ни пришел. Whoever you come. Когда бы ты придешь. Ну, нету там не, никак. И это правильно, между прочим. Это логично. Так вот. Получается, whoever your father is. Вот, кстати, я сейчас сказал GI. И я же самому захотелось вам объяснить. GI – это салабон. Это самый нижний чин. Самый молодой, необстрелянный, необученный, зеленый, как хвост у крокодила. А почему GI? Потому что GI – government issue – государственное имущество. Вот как называют рядовых. Ну, по крайней мере, сейчас он уже денег стоит. Он уже, как бы, профессиональная армия, понятно. Там уже все на работе и так далее. А вот в призывных армиях рядовой GI – государственное имущество. Вот тоже они умеют в другой раз подшутить. Рядовой – это государственное имущество. Вот. Так вот. Вот недаром, вот, кстати, еще недаром, недаром мы с вами будем говорить о неправильных глаголах. Ну, может быть, мы уже упоминали, что sell превращается в sold. Кто из вас был в Европе, ходил по магазинам, смотришь, там где-то шуба висит, и на ней уже написано sold. Ну, да, все, вы же уже выучили слово sell. Продавать. Селлер кто такой? Селлер, селлер. Ну, продавец, понятно. Профессию умеете делать, да? Ер добавляем. Байер кто такой? Байер – это покупать. Байеры ходят с этими, с тележками по магазинам. Ну, покупатели, ну, естественно. Так. И как бы берешь, парадигма совершенно естественная, она одна. Берешь корень, добавляешь ер. Селлер, ну, вот тебе и титчер, вот тебе и файт, драться, сражаться. Как будет боец? Ну, файтер, естественно. Вот. Но только одна профессия сделана не с первой формы, не с самого глагола, а с третьей формы. Только одна профессия. Self. Как же будет три формы слова продавать? Ну, что такое три формы, вы уже знаете, да? Я продаю, стало быть, это продавал. И какой? На шубе что написано? Ну, разумеется, продано. Дом какой-то там стоял на продажу выставленный. И уже смотришь, написано sold. Продано. Так вот, soldier, soldat. Во всех европейских языках. Soldat. Soldat. Корень так, sold – это что? Подумайте, кто знает немецкий тот же самый. Sold – это же проданный. Кто такой солдат? Ну, не даром же их называют государственное имущество. Кто-то кому-то заплатил. Цинично очень, но солдат – это проданный человек. Ну да, они же все были наемники. Это же со средневековья известно, что заплатили деньги, делай что хочешь. Их уже сейчас могут убивать, и вы за них не отвечаете. Вот так. Кстати, довольно умно и довольно в точку это все. Вот. Так, смотрим дальше. Ну, это так, попутно. Значит, пожалуйста, вот это что? Понятно, happen – это случилось, да? А что тут написано на самом деле? Переводите каждый себе в уме. Что бы ни случилось там? Что бы ни случилось там? Мы туда придем. Там дальше какое-то продолжение. Вот, пожалуйста, how much – это сколько много? Ну, много в смысле вот на деньги, на время и так далее. На несчетные предметы. А что такое however much you pay? Сколько бы много ты не заплатила за эти сережки, муж заработает еще. Пожалуйста. Сколько бы ни. Так. А вот на гостей. А на гостей появляется слово many. Вот еще раз. На деньги платила much, а гостей many. Вот тоже смотрите. Ну, какой английский язык? Ну, слово гость. Ну, господи, боже мой. Ну, это же… Ну, написано гость. Ну, просто вот русское слово, да? Те, которые говорят, не могу слова запомнить, и надо мнемонические техники. Да зачем? Они же все совершенно укладываются в голову. Не нужно лишних ассоциаций. Я каждых 10 минут вам об этом говорю. Так вот. Сколько бы много гостей не пришло, however many guests come, we'll feed everyone. Мы накормим всех. Сколько бы много гостей не пришло, мы накормим всех. Так. А вот, пожалуйста, слово where. Wherever. Вот тоже смотрите. Where ведь само пять букв. Where. Very, да? И ever. И одну буковку экономят. Вот у меня многие уже спрашивали, если добавляешь некий суффикс, а там уже некая буква гласная, как правило, экономится. Две точно не ставится. То есть where и ever будет wherever. Ну, вы поняли, что и там заканчивалось на букву и, ну, вот как русское е, да? А то начиналось на такую же букву. Это значит, где бы ни. Вот что тут сейчас написано? Ну, понятно, что где бы ты ни жил, пиццу мы, will deliver pizza to you. Пиццу мы тебе доставим. Где бы ты ни жил. Вот тоже еще раз смотрите. Никакого ни тут нету. Где бы ты жил. Вот. How are strong? Вот как бы силен не был дождь, там мы все равно пойдем. Вот. И все. Это говорит о том, что мы переходим к водным процедурам. Сейчас быстренько по вопросам пробежимся. Шурик, который тренирует, затренирует, закачивает это все. Он нам говорит о том, что пора нам переходить к вопросам. Значит, вот такие вопросы. Вот буква Y. Всем известная буква Y, которая стоит в конце. Ну, там слово try, слово fly и так далее. Многие слова заканчиваются на Y. Вот о ней тоже хотели поговорить. Если туда к ней приставляешь букву, то что происходит? Остается она? Или она во что-то там превращается? Так вот, ответ такой, что буква, буковка Y, ну, вот это как Y, да? Как подобное русскому, русской букве U. На самом деле, друзья, их две. Эта буква играет две роли. Ну, вы уже привыкли, что буквы и все остальное играет две, а то и три роли. Но мы уже, мы все время с этим сталкиваемся. Так вот, буква Y играет две роли. Во-первых, это I. То есть, это обычная заменитель буквы I, ну, I, которая палочкой, точкой. Но только концевой. То есть, если в середине слова бы стояло I, а в конце слова стоит Y. Но это абсолютно та же буква. Понятно, да? Но вторая функция вот этой буквы Y, это обычная Y. Вот как бой. Бой. Вот еще раз, посмотрите. О чем я сейчас вам говорю? Вот я вам сейчас пишу слово try и пишу слово бой. Вот еще раз. Вот посмотрите, пожалуйста. Значит, что я имею в виду? Сейчас, секунду. Вот, вот я. Значит, вот смотрите. Вот эта буковка, она где I, а где просто Y. Вот здесь она гласная. Try, try. Но это же I. Она здесь фактически вот эта. Она вот эту роль играет. Поняли? Вот. А вот это бой. А тут она вот эту роль играет. Поняли, да? То есть, их реально две. Так вот. На самом деле мы это чувствуем. Но здесь же она, она гласная. Тут больше никаких гласных нет. То есть, стало быть, это I. А вот здесь гласная уже есть. O, Y. Ну, кто тут I может прочитать? На самом деле, друзья, те, которые говорят, это жутко сложно. Но это совсем не сложно. Вы просто по-другому не сможете прочитать. Ну, понятно, что это try. А что? А давай, кто-то скажет, а может наоборот. Ну, как наоборот? Ну, давай это I прочитаем. Что, try, что ли, да? Ну, ясно ежику, что это I. А вот это boy. Невозможно перепутать. Кажется, что это сложно. Но это элементарно совсем. Так вот. Поняли, да? Так вот, смотрите. Там, где это I, то при прибавлении каких-то там суффиксов, префиксов, вы тут же видите I. То есть, вот try с буквой S. Ну, когда буква S появляется? На третье лицо. Вот если я пытаюсь. А если Вася пытается, try is. Добавили букву S. Посмотрите, как это пишется. Моментально надо увидеть I. Добавили ед, этот знаменитый, который делает нам прошедшее время. Try it. Ну, да, пытался. Ну, делал, слышал, да, прошедшее время. Пробовал. Ну, all. Значит, сразу увидели вместо Y, увидели I. Вот первая строчка. А вот вам supply. Поставлять. Supplier кто такой? Поставщик. его императорского двора. Теперь попробуйте сказать поставляет. Добавьте букву S. Сразу увидите I. Ну, или поставлял. Сразу увидите I. Multiply. Вот смотрите. Вот если я вам скажу, что это слово умножать или приумножать. Вот как вы думаете, нужно ли тут пристегивать какое-то искусственное русское слово? Мультиплицировать – это умножать. Multiplication Table. Какая таблица? Мультипликационная таблица. Что там мультики показывают, что ли? Таблица умножения. Хорошо. Мультипликационные фильмы каким методом делались? Методом умножения. Мультипликационные картины. Правильно. Умноженные картинки. А мультимиллионер кто такой? Тот, который любит целый день мультики смотрит. Ага, ага. Мульти – это что? Умноженный миллионер. У кого их много? Так вот, мультиплицировать – это, оказывается, умножать. Так вот. Тоже, вот смотрите. Вот какое слово не берем, но оно просто заскакивает в голову само. Вот вам identify. Ну, понятно, что это идентифицировать. Тоже мне английское слово. Оно заканчивается на why. Identify. Ну, понятно, что сразу тут же мы увидим I. Но есть другие слова. Stay – это оставаться. Й. Й. Чувствуете? Это вот этот случай. Это вот этот вот случай. Ну, вы прекрасно уже разобрались. Да? Stay – как бой. Вот возьмите слово бой, добавьте ему букву S. Ну, ничего же не перейдет, ни на какую там букву не поменяется. Вот такое why, оно с самого начала было I. Оно меняется на I. Чуть что, оно меняется на I. А вот такое ни на что не меняется. Вот поняли сейчас, да? Вот. Вот смотрите на вот это все. Stay – stays. Stay – все остается. Annoy. Annoy – это раздражать. Русские ребята запоминают, и особенно девочки. Вот я ему всегда говорю don't annoy. Я ему по-русски тоже не ной. Как бы так естественно получается. Annoy – это раздражать. Вот. Annoying – шум какой, музыка какая была. Annoying – энуирующая, ну, раздражающая. А папа с работы какой пришел? Annoyed – такой, подумайте, раздраженный. Вот тоже не путайте инговую и третью. Destroy – был такой фильм Conan the Destroyer, Conan – разрушитель. Ну, destroy – молодой Шварц там бегал в набедренной повязке. Так вот, destroys – что делает? Destroy – разрушает. Как видим, остается – yi, потому что оно – yi. Delay – откладывать, медлить. Delays – time delay – временная задержка. Пожалуйста. Delays – delayed. Ничего не появляется другое. Теперь еще, вот у всех есть, у многих до сих пор вот это хромает. Еще раз, смотрите, друзья мои. Значит, обычное слово have. В какой бы ипостаси мы его не задумывали, have – это have. У него три функции. Это имею материальные ценности, просто имею. Потом имею знать, имею делать, что является заменой слова должен. И have seen, have been, have done, have gone – наш любимый, дорогой, перфект. То есть уже съел. Уже, уже, уже съел, уже увидел. Так вот, неважно в какой функции. Have с буквой s пишется has. Нету такого have's. Вот у этого слова есть обязательное сокращение. Have с буквой s будет has. Вот кто там писал, что Карлсон летает, Карлсон флай. Нет, флайз. Вот подумайте, если флай к чему относится. Вот флай. Ну вот как первое слово, как прай. Флай. Вот будет написано флайз. Как вы думаете, это какой случай? Ну тут же увидите I. А вот если Карлсон имеет плюшки. Тоже кто-то писал креативные, очень мне нравились такие задания. Карлсон имеет плюшки. Ну и написала там Карлсон have. Нет, Карлсон has. Ну потому что он же третье лицо, и мы ему должны добавить букву s. Значит не просто букву s, а has. Точно так же have с прошедшим будет head. Но вы не можете написать have it. Вы должны сократить эти две буквы. Вот так. Так, дальше. По-моему, с этим уже все. Еще раз. Сейчас, да. Значит, смотрим быстренько на наши вопросы. Быстренько, быстренько. Сейчас, секунду. А, вот, вот такой был хороший вопрос. Значит, смотрите. Вот вопрос. Что делать со словом нравится? Мы сегодня уже несколько раз останавливались, что мне нравится там копченая колбаса. Вроде бы ты говорил, что мне, это когда не он, а ему, да, Вася нравится. Вася идет в отпуск летом, потому что ему нравится там что-то, теплые напитки. И потные там какие-то представительницы прекрасного пола. Помните эти детские анекдоты? Так вот. Он тут ни при чем. Ему это нравится. Вот русская как бы психология. Да, ну это же Васе нравится. Ну он же тут ни при чем. В английском языке, еще раз повторяю, никакого пассива здесь нет. Вася лайкает. Не to be vitri. Не ему, а он. Вот. И таким же свойством обладает слово need. Ему нужно. Ничего не ему. Это он нуждается. He needs. Вот. Поняли, да? Так что с этим словом поосторожней. Потом второй вопрос был такой. О слове like. Как можно себе представить вторую функцию слова, вторую функцию ing? Это делая, кушая. Ну, нравля это чушь собачья, и мозги кипят, и на русском это невозможно. Еще раз говорю, мало ли что невозможно на русском. На самом деле мы же не русский воплощаем, да? Мы же учимся на английском думать. То есть это не совсем слово нравится, это слово любить. Только не в каком-то там, не в эротическом смысле. Не в смысле там, мадам, вы прекрасны сегодня и так далее. Это love. А вот like это там какую-нибудь колбаску, там, пиццу, там, картошечку жареную. Вот это like. Но давайте договоримся для удобства, что это слово любить. И вот любя картошку так сильно, он тем не менее, значит, себе отказывал во всем. Ну вот так. Любя. Ну почему не сказать liking? Ну почему не сказать? Почему не, имея слово wish, желать? Почему не сказать желая? Как это будет? Ну wishing. А теперь третья функция, это, значит, какое-то там нравление. Ну это вообще кошмар, но это же в русском, ну как можно это сделать слово? Еще раз повторяю, мало ли чего нету в русском. Русский намного менее гибок. Вот есть такое, значит, в крупных торговых сетях, вот я кому-то писал там ответ. В крупных торговых сетях есть такое liking incentive program. Значит, программа по поощрению лайкинга. То есть вы нас лайкаете, а мы вас поощряем. Программа по поощрению нравления. Ну как это переведешь? Программа по поощрению того, что вам нравится наш магазин. Ну русский тут буксует. Тут реально нельзя сделать от глагольное существительное, от слова нравится. Ну нельзя. Вот, ребята, еще раз, кто задает такие вопросы, что в русском здесь дырка? Правильно. Все на эти дырки натыкаются. Ну вот у этого слова ладно. Если там, ну хорошо, езжу. Ну где-то должно быть слово езда. Ну хорошо. Существительное-то у него есть. Плаваю. Ну плавание. Свиминг. Понятно. Драйв. Ну драйвинг. Понятно. Ну тут как бы нашему человеку понятен физический смысл. Что это езда. Это плавание. Щут. Стрелять. Что такое щурень? Стрельба. Ну понятно. Это от глагольное существительное. Герундии так называемые. А возьмите другое слово. А возьмите слово то же самое лайк. Нравления нету. А возьмите слово тот же самый wanting, которое, ну наберите себе в интернете, если бы эта форма была невозможна. Вам бы поисковик бы не показал, а так показывают миллионы. То есть оказывается можно, что хотение, хотелка. Ну в русском есть с трудом можно там хотелка. Оно такое, знаете, не литературное слово. Ну кто-то строго говоря скажет, что вообще такого существительного нет. В английском оно есть и прекрасно себя чувствует. Так что, ребята, если вам по смыслу нужна третья форма или по смыслу вам нужен герундий, спокойненько делайте. Почему? Ну вас не должно оттолкнуть только то обстоятельство, что этого нет в русском. В русском много чего нет. Вот третьей формы. Помните, да? Там куча дырок, куча провалов. Ну хорошо, если... Посмотрите еще раз наше занятие по пассиву. Значит, если фильм был посмотрен, фильм был какой? Почему я три пальца показываю? Это в любом языке. Что я сейчас с головы должен достать? Третью форму. Там смотрен, съеден, увиден. Называется третья форма. Ну хорошо, фильм был посмотрен. The movie was watched. Movie было watched. Ну нормально. Понятно, да? Фильм был посмотрен. Ну хорошо. А если... John was explained. Ну тут уже не очень как-то по-русски. Джон был объяснен дорогой. Как это? Кто-то говорит, нет, это не по-русски. Ну мало ли что не по-русски. Но как вы скажете Джону... Ну нету же у вас средства сказать Джону... Вася объяснили дорогу. Вася было... Что опять-таки? Объяснено. А как это объяснено? У нас нет такого слова. Ну нету, а у них есть. То есть у них другого нет. У них нет возможности сказать Вася. То есть Вася. Потом слово был или было. Третья форма. Хорошо. А если на Рейгана надеялись? Рейган was hoped for. Или там на Обаму или на еще на кого-то. На Меркель или на Маккейна. Неважно на кого. Значит, вот этот самый Рейган был обнадеянный на. Но это же вообще не по-русски. Понимаете, да? То есть вы должны работать по формулам, но при этом не очень думать, красиво ли это на русском. Потому что буквальные переводы эти не работают. Вот тот же самый, если бы я увидел вот эту фразу. Вот вам Рейган was hoped for. Вот посмотрите еще раз вчерашний урок. Кто спрашивал об этом? И точка. Еще раз я говорю, что вот такие фразы вызывают целую кучу вопросов. Потому что человек проваливается с треском на экзамене. Деньги заплатил, квартиру уже продал. Уже все одной ногой там где-то в Канаде. Уже там ждет грузовик его, на котором он должен ездить. Бомбить и деньги зарабатывать. А с английским проблема. Почему? Потому что он пошел на какой-то на экзамен языковой. А сейчас уже времена собеседований уже прошли. Уже везде экзамен требуют. Требуют уже знания. А потом приходит и говорит, ничего не понял. Дали какой-то листок. Ну, бред написан, говорит. Я говорю, что слов не знал? Нет, говорит, слова все знал. В том-то и дело, что слова все были понятные. Но я не понимаю. Ну, напиши хоть одно предложение. Ну, вот берет, что я запомнил. Значит, Рейган был, это же надеялся. Ну, это же, я же вижу, что это слово надеется. А это на. Ну, ну, я не понимаю. Рейган был, надеялся, на. Ну, это же чепуха написано. Да какая же это чепуха? To be vitri это что? To be vitri это его. To be, видишь? Vitri видишь? To be vitri. Вспомните ментальные индикаторы. To be vitri это его. To be vitri это его. Have vitri это уже. Get vitri это ся. Помните? Вот так надо себя дрессировать. Жестко. Еще раз, некогда рассуждать. To be vitri это уже Рейгана. Вот это он должен был понять сразу. И тогда ему предлог как родной становится. Ну, естественно, раз уже Рейган. На Рейгана надеялись. Еще время прошедшее. Поняли, да? Так что влог переводить вот так всегда одинаково и думать, что в результате будет очень красиво все сложиться на русском, бесполезно абсолютно, потому что намного правильнее переводить по вот этим формулам. Ну, хорошо. А перфект вы тоже переводите буквально? Вот любители буквального перевода, которые говорят, что у меня же на русском должно все-все-все сложиться. Ну, вот вам, пожалуйста, have complained. Так, смотрим словарь. Complaint – это жаловаться. Complaint – это жаловаться. Complaint – это жалоба. Значит, вот эти все работники или работницы have complained на своего начальника цеха. Ну, хорошо, эти все работники имеют его каким? Они его имеют каким? Пожалованным. А как это? А такого же слова нету? Ну, мало ли что нету. Мы же не это должны переводить. Мы должны понять формулу, что have, v3, на самом деле что? Уже. То есть они на него уже что? Пожаловались. Вот для этого я вам говорил, ментальные индикаторы, совсем не нужно переводить это буквально. Have, v3 – это уже, это пожаловались. Я понимаю, что тут написано «имеем какими». Вот это «какими» у вас вообще не уложится в голове. Почему? Не вы виноваты? Русский язык виноват. Потому что третий форм в русском мало. Ну ладно, съеден, ну ладно, написан. А какой? Пожалован. Как это пожалован? Вася был объяснен правилами уличного движения. Как это объяснен? Да это «ааа, это штуби, витри, это ему». Все тогда понятно. Ясно? Вот. Ну и последнее замечание. Значит, у вас маргунов have, have drunk. Маргунов не have, а has. Еще раз говорю. Третье лицо. Если это слово have, будет не have, а has. Если это слово work, будет не work, а works. Если это слово try, пытается. Я понимаю, что это слово try, но будет tries. Почему? Еще раз. Вот приучите себя сильно-сильно. Вот, кстати, навык. Вот кто делает такие ошибки? У кого еще эта буква S гуляет? Отвечаю, объясняю вам, что навык должен был образоваться у вас от первого тренажера. Помните, да? Вася, дядя, тетя, Коля, Петя. Хочет, знает, видит. И вы должны были тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. У кого не стала эта буква S, значит, не доработали. Вот. Ребята, еще раз вам говорю, что навык – это бессознательное знание. То есть, кто еще вынужден думать над этой буквой S, вы представляете, сколько у нас уже новых вещей? То есть, вы должны были это… Ну, как бы вот в компьютере появилось в оперативной памяти там что-то новенькое. Нажми кнопку Save. Вот, сохрани. Переведи его в жесткий диск. Переведи его в бессознательное. Иначе у тебя будет перегруз оперативной памяти. Это же совершенно очевидно. Если одновременно про букву S думать, ой, хоть бы не забыть. Я же еще не делаю это автоматом. Хоть бы не забыть. И времена, и это, и это. Хоть бы не забыть. Невозможно держать там больше семи вещей в уме одновременно. Ну, есть сакральное число семь. Знаете, это вот психологи доказали, что… Ну, почему там семь дней недели, там семь гномов, там еще чего-то. Это максимальное число единиц информации, которые можно держать одновременно. Ну, там вот как на одноруком бандите давали люди. Знаете, вот когда в таких слотах выскакивает сердечко, полумесяц, там крестик, там огурчик, яблочко, ну, там предметики какие-то. И до семи все запоминали, восьмой уже у всех выпадает. Ну, вот сколько делали таких вот. Раз показали, что тут было. Ага, это, это, это. Три показали, все помнят. Четыре показали, все помнят. Пять показали, все помнят. Шесть, семь, восьмой никто не помнит. Потому что наша оперативная память рассчитана на семь единиц. Так вот, вы семь правил способны запомнить сознательно. Остальные будут вылетать. А мы должны пользоваться большим количеством правил. Поэтому вот первые правила, ну, что у нас там было в самом начале? Ну, вот это у нас было. Наш любимый дорогой паровозик. Ну, я надеюсь, ну, хотя бы вот это вы уже точно уже на автомате ориентируетесь. Кто еще думает, доведите до того, чтобы не думали. Этим вы освободите оперативную память. Вот тут S. Вот тут точно S. А вот тут его нет. И вот тут его тоже нет. А вот тут точно из. И больше его нигде нет. Вот. Так вот, у кого не стоит еще буква S крепко, так инсталируйте. А что такое инсталируйте? Ну, это поработайте немножко. Это вы не думаете, что для этого миллион повторов нужен. Для этого, ну, 40, 50, ну, я не знаю, 10 минут нужно только такой направленной работы. Вот пишите «я», «ты», «мы», «вы», «он», «она» и пишите слово «хочу». I want, you want, she wants. Ну, совершенно без усилий. Я хочу, ты хочешь, но ее сиятельство, что попробовали бы вы до революции сказать ее сиятельство, приезжает к нам в город, уездный город, и не сказать бы буквы S. Ох, сразу бы вас чем-то перетянули бы поперек спины. Так вот, ну, вроде, вроде, вроде все. Так, друзья, не буду затягивать, потому что тоже у многих там детки, все. Значит, пишите, думайте, делайте вопросы. Я сейчас вам пришлю домашнее задание. Мы пришлем. Школа СНЭП. Вот, там будут элементарные фразы, и в скобках, значит, сделать там что? Вася ел манную кашу. В скобках что? Помните технологию, да? Второе. Может попадаться там, среди них, вопрос, не просто вопрос, а вопрос с предлогом. Ага, Вася гулял с Машей. И вопрос не просто кто, а с кем. То есть, составляем фразу, в конце стоит с Машей, with Маша. Машу убрали, поставили вопросительный знак. Делаете нормально вопрос, и должно получаться question helper subject verb. То, 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 то. А иногда так. То, 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 то с частицей. Ну, в любом случае вот так. И, большое и. А если кто знал, кто слышал, то это что? То это напрямую, потому что это называется вопрос подлежащему. Все, мои дорогие, все. Я был так рад вас видеть, как будто вот я вас вижу в лицо. Жалко. Другой раз жалею, что нету визуального как бы контакта. Я очень визуальный такой человек, и мне очень хочется вас видеть. Ну, может быть, даст Бог. Я же еще приезжаю иногда в Россию, в Москву. Может быть, кого-то из вас увижу. Очень хотелось бы. Все. До свидания, до следующего раза. Следующий раз будет еще интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok